Несколько позиций, которые фракция ЛДПР сегодня озвучит при голосовании, хотелось бы заранее сообщить вам, журналистам. Первое, сегодня в третьем чтении будет принят закон, который устанавливает индексацию пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2018 года и не на уровень фактической инфляции 3,2%, а выше на 3,7%. Конечно, это не соответствует реальной инфляции, на наш взгляд, потому как мы сравниваем изменение цен, которое происходит в магазинах на продукты, на товары первой необходимости, на лекарства, и понимаем, что инфляция совершенно другая. Но вот у нас по принципу Оливье, таким образом, видимо, рассчитывают так индекс, что кажется, все более-менее у нас прилично, но на самом деле пенсионеры, получая пенсию, с каждым годом теряют свою покупательную способность, и, конечно, это все влияет в целом на экономику страны. К большому сожалению, несмотря на попытки фракции ЛДПР, а мы вносили соответствующий проект закона и поправки ко второму чтению к рассматриваемому проекту закона о том, чтобы проиндексировать пенсии всем пенсионерам, нас не поддержали. К сожалению, опять мы слышали разные некорректные доводы о том, что, возьмите пример других стран, да, может быть, вообще не индексировать пенсии никогда работающим пенсионерам, потому что у них дополнительный заработок. Наша позиция однозначно, нельзя разделять на категории тех людей, которые заработали себе пенсию. За них работодатель направлял деньги в пенсионный фонд, это принцип работы пенсионной системы, а индексация – это сохранение платежеспособности в связи с тем, что происходит в стране инфляция. И не нужно путать дополнительный заработок с индексацией пенсии. Тем более не нужно говорить о том, что с 1 августа работающим пенсионерам и так поднимают пенсию. Это, опять же, поднимает потому, что пенсионеры, когда работают, зарабатывают дополнительные баллы, и, соответственно, их пенсия увеличивается в связи с тем, что они, зарабатывая, дают возможность пенсионному фонду получать дополнительные средства от работодателя. Мы поддержим, конечно, данный проект закона, но, с сожалению, мы отмечаем, что не работающие пенсионеры, им индексация пенсии предполагается с 1 января, а работающим пенсионерам – нет. И это норма постоянного действия в нашем федеральном законе, который регулирует пенсионные выплаты для пенсионеров Российской Федерации. Еще один социально важный закон – это увеличение минимального размера оплаты труда до 85% прожиточного минимума. Мы считаем, что давно пора было сделать так, чтобы мрот был не ниже прожиточного минимума. Мы постепенно к этой норме подходим в нарушение того, что было определено в Трудовом кодексе более 15 лет назад. И мы считаем в ЛДПР, что необходимо установить мрот на таком уровне, который бы действительно соответствовал реальному прожиточному минимуму, а не официальному. С одной стороны. И с другой стороны, мы считаем, что те, кто получает заработную плату на уровне мрот, вообще должны быть освобождены от подоходного налога. Но недопустимо, когда человек получает на уровне минимального размера оплаты труда ежемесячно, и с него еще подоходный налог 13% удерживает. Это, конечно, ни в какие рамки здравого смысла не входит. Кроме этого, мы напоминаем о своей позиции. Необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Так делается в цивилизованных странах. И те, кто получают определенную минимальную заработную плату, вообще не платят подоходного налога. Те, кто получают большие деньги, платят серьезный подоходный налог. Это справедливо, это честно. Когда вводилось в России 13% подоходный налог? Это вводилось в начале 2000-х для того, чтобы вывести из тени те серые, неофициально определенные трудовые отношения между работодателями и работниками. Но сегодня мы живем уже в другом времени, в других реалиях. И необходимо реформировать в том числе и налоговое законодательство, защищая тех социально нуждающихся граждан, которые получают мало, при этом облагая налогом тех, кто обогащается, в том числе и работая в госкорпорациях, получая баснословные деньги или выписывая себе баснословные премии. В рамках борьбы с допингом сегодня будет принят в третьем чтении закон. Эта инициатива была фракцией ЛДПР, которая позволит в дальнейшем, после вступления в силу, работникам, работодателям, разрывать трудовые контракты с тренерами, если они уличены в нарушении антидопинговых правил. В данном случае речь идет о том, что комиссия выявляет, определяет, и решение комиссии является основанием для прекращения трудового договора. Это инициатива фракции ЛДПР, и, конечно, мы это поддержим. Борьба с телефонным терроризмом продолжается, но правоохранителям нужны дополнительные действенные рычаги. В третьем чтении также будет сегодня принят закон, фракция ЛДПР также его поддержит, усиление уголовной ответственности за так называемый телефонный терроризм. В последнее время мы наблюдали огромное количество случаев, когда с разных телефонных номеров, из разных точек земного шара совершались такие террористические вызовы. Государственная Дума приняла ряд законов для того, чтобы противодействовать этому злу. В закон о связи были внесены изменения, в административный, в уголовный кодекс были внесены изменения. И вот сегодня дополнительно усиливается уголовная ответственность за так называемый телефонный терроризм. Хотя, конечно, мы понимаем, что только через усиление ответственности и через нормативно-правовое регулирование с этой бедой бороться нельзя. Здесь важно работать на упреждение и принимать всевозможные меры, не допускающие такого проявления, которые наносят и моральный ущерб, и материальный ущерб, дестабилизируют общество, порождают панику. Ну, в принципе, того, чего террористы телефонные, так называемые, и добиваются, когда совершают звонки с сообщениями о том, что то или иное здание или учреждение заминировано или готовится терракт в той или иной точке города или страны. Ну, и еще один момент. Очень важная сегодня будет ратификация. ЛДПР ее поддержит. Ратификация конвенции международной направленная на борьбу с фальсификацией медицинской продукции и другой продукции, которая угрожает здоровью населения. Вчера, выступая здесь перед вами, мы надеялись, что Государственная Дума рассмотрит проект закона, но по просьбе правительства он был перенесен, также направленный на борьбу с фальсификатом. И мы считаем, что ратификация данной конвенции позволит нашим надзорным инстанциям, правоохранительным органам, нашим должностным лицам более активнее бороться с тем злом, которое сегодня мы наблюдаем. Огромное количество фальсифицированных лекарств, которые завалили полки аптек, аптечных сетей. И, к сожалению, граждане вынуждены тратить огромные деньги, покупая эти лекарства, которые не только не лечат, а порой, наоборот, гробят свое здоровье. Поэтому ЛДПР поддержит эту ратификацию, которая внесена президентом Российской Федерации в Государственную Думу.